Информационный марафон на телеканале Freedom в студии Каролина Король. Приветствую наших зрителей и предлагаю следующую тему для обсуждения. Инфляция в России, рассчитанная по реальной потребительской корзине по итогам 2023 года, составила более 23%. Такие данные предоставляет исследовательский холдинг Ромир. Цены на потребительские товары в федерации продолжают расти, а Кремль уверяет, что экономика страны устойчива и санкции на нее не влияют. О реальной ситуации в российской экономике расскажет Лариса Зубенко. Российская экономика удерживается на плаву почти исключительно благодаря вливанию средств из государственного бюджета в отдельные отрасли, считают эксперты. Чтобы постоянно увеличивать финансирование военно-промышленного комплекса, Москва урезала расходы на другие сферы экономики и социальную защиту. Первыми под удар попали высокотехнологичные отрасли. Ухудшилось в целом производство многих товаров, которые производились за счет европейских технологий. Мы видим, что Россия так и не построила свой самолет, потому что он полностью был из импортных комплектующих. Как результат, те самолеты, которые сейчас летают, они ломаются и вынуждены постоянно осуществлять аварийные посадки. Необходимых запчастей для ремонта их нет. За счет расширения производства вооружений показатели российской экономики не снизились критично. Однако государственные рубли не обеспечили качественное развитие военно-промышленного комплекса. Кремль увеличил массовость производства. Но результатом западных санкций в отношении страны-агрессора стало снижение качества продукции. Российская военная модернизация была отброшена на 18 лет назад. Теперь российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти. Она заказывает оружие УКНДР в нарушении многочисленных резолюций, согласованных здесь. Покупка и использование иранских беспилотников – это нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Джеймс Кориуки – заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН во время заседания Совета Безопасности ООН. Тем временем ресурс государственного финансирования истощается. Фонд национального благосостояния России ощутимо сократился. И это результат западных санкций в отношении энергетического сектора Федерации и постоянно возрастающих расходов на войну против Украины, говорят эксперты. За этот год, полтора года, они потратили 100 миллиардов долларов для того, чтобы поддержать свою экономику. Исходя из этого, те 50 миллиардов, которые сейчас остались в этом фонде, максимально сохранится, особенно учитывая то, что санкции наконец-то действуют на протяжении полугода-года. Дальше уже финансовых ресурсов у них не будет. Конечно же, может помочь Китай. Но мы знаем, что и у Китая на сегодняшний день есть определенные проблемы. Стремление Кремля во что бы то ни стало продолжать развязанную им войну против Украины стало роковым и для рынка труда. Часть россиян отправились на фронт. Сотни тысяч погибли. Значительное количество высококвалифицированных специалистов уехало из страны, опасаясь мобилизации и репрессий. Трудовые мигранты тоже покидают Россию из-за опасения, что их отправят на войну против Украины. Большинство оставшихся заняты в ВПК. Издание The Moscow Times пишет, согласно последним исследованиям, 86% российских компаний столкнулись с дефицитом кадров. В Москве планируют восполнять дефицит кадров мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки. Первые 10 тысяч рабочих из Кении вскоре прибудут в Россию, сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохаммед. А еще в Госдуме предлагают возвращать на работу пенсионеров. Работодатели в России открыли более 42 тысяч вакансий для подростков от 14 лет в 2023 году. Это почти в три раза больше, чем годом ранее, когда таких позиций было 14,5 тысяч. Следуют из данных рекрутингового сервиса Headhunter. Из публикации телеграм-канала The Moscow Times. На массовый отток квалифицированных кадров жалуются и в Министерстве промышленности и торговли России. К примеру, дефицит только в обрабатывающей промышленности – около 660 тысяч человек. Лариса Зубенко для телеканала Freedom. К нашему эфиру присоединяется Илья Нисходовская, экономический эксперт. Илья, рада приветствовать вас в эфире. Добрый день. Илья, ну вот состояние экономики на самом деле можно ведь оценить по разным показателям. Можно дать такой глубокий анализ экспертный. Но все-таки хотелось бы более проще, что называется, как для людей. По каким показателям на данном этапе россияне могут оценивать, какая ситуация с экономикой в России развивается она, как говорят в Кремле, либо все-таки не очень уж так все и позитивно. Потому что ведь некоторые процессы Кремль сдерживает искусственно на данный момент. И это так или иначе чревато в будущем. Это не столько чревато, сколько просто использование тех ресурсов, которые у вас были, которые были накоплены за предыдущие периоды. Так же, как и, например, в семье, если говорить по-простому, у вас отец, например, потерял работу или, скажем, там ему срезали его заработную плату в два раза. И вместо того, чтобы получать условных каких-то 50 тысяч рублей, теперь человек получает только 25 тысяч рублей. Но есть определенные накопления, и этими накоплениями вы продолжаете держать тот же уровень жизни, из них доставая каждый месяц 25 тысяч рублей для того, чтобы ваше качество жизни соответствовало тому, что было до того, как уменьшились заработки. Но это не может продолжаться долго. Есть определенная сумма, которую вы потратите, и она, например, будет растрачена на протяжении 10 месяцев, даже пусть 15 месяцев. А дальше что? Вы однозначно придете к тому моменту, что у вас реальных только 25 тысяч рублей. И это означает что? Или вы ищете дополнительные заработки, а как раз санкции не дают возможность получать дополнительные заработки, если мы будем уже переводить на роль, скажем, государства, как оно зарабатывает, значит, вы должны сокращать расходы. Это означает, что вы экономите на все. Если у вас какие-то фиксированные расходы, например, на коммуналку, вы их тратите, но вы должны сокращать, например, на той же самой еде, уже не кушать, например, в ресторанах, а покупать какую-то экономную пищу в эконом-маркетах. Или, например, вы должны не покупать уже одежду более высшего качества. Или вы должны отказаться от отдыха за рубежом, потому что вы не зарабатываете столько. И вот сейчас Кремль, благодаря огромным вливаниям дополнительных денег в бюджет с фонда национального благосостояния, имитирует именно эту стабильность, играет этими показателями. И, соответственно, говорит, что, видите, санкции не работают, потому что мы до сих пор еще держимся. Но это объективно, исходя из того, что кубышку, она сокращается, и, как сказано в сюжете, со 150 миллиардов долларов, которые были где-то приблизительно в середине 2022 года, теперь это всего лишь 50 миллиардов долларов. Соответственно, вы не сможете в дальнейшем его использовать. И здесь мы будем говорить, по каким же показателям оценивать. Да, валовый внутренний продукт в целом — это важный показатель. Но как распределяется, соответственно, и за счет чего он держится. Дальше показатель инфляции. Но можем ли мы верить реальным показателям инфляции, то есть соответствующая ли официальная статистика реальным показателям? Есть соответствующие расхождения. То есть, как сказано в вашем сюжете, это объективно. Если там говорится всего лишь про 7-8% официальной статистики, но люди, когда идут в магазин, они видят яйца, которые подорожали более чем в полтора раза, другие продукты, которые дорожают, бензин, также который подорожал еще с прошлого года. Соответственно, он понимает, что инфляция в 7-8% — это не совсем объективный показатель. И, конечно же, реальные доходы населения. Но, опять же, есть определенные манипуляции. Война ведет к тому, что необходимо выплачивать за военнослужащих, а это попадает в статистику. И это, соответственно, искривляет статистику. Почему? Потому что если военнослужащие получают 100 тысяч рублей или даже пусть 200 тысяч рублей, то это означает, если у вас средний показатель по стране, например, 25 тысяч рублей, то это означает, что другие получают всего лишь намного меньше этой суммы. Поэтому тут надо ориентироваться именно на то, сколько медианных доходов. Но этот показатель, оно не представляется в статистических данных. Да, Илья, знаете, соследовать вашему простому такому примеру, если бы отец не пыянил и не нападал на соседа, то семья за эти накопленные деньги могла бы сделать, к примеру, ремонт квартиры. А так приходится тратить на еду и выбирать не самые качественные продукты. В принципе, я думаю, такой пример максимально понятен. А какие вообще прогнозы для России в плане экономическом? Ведь действительно едва ли страны, которым приходится укреплять свои границы, делать их более защищенными, которым приходится слышать постоянные угрозы, которым пришлось определенные экстренные действия, возможно, предпринимать для того, чтобы избавляться от зависимости, разрывать определенное сотрудничество, захотят в будущем вот так просто это сотрудничество наладить. Вероятно, до таких изменений, даже после окончания войны и смены власти в России, должно пройти еще очень и очень много времени. И так как же получается справляться? России придется заимствовать опыт Ирана, Северной Кореи. Каким образом? Какое будущее у России вообще в этом плане? Я соглашусь, они будут, в принципе, повторять именно тот путь, который прошли эти страны. То есть качество жизни будет существенно ухудшаться. Соответственно, для того, чтобы каким-то образом компенсировать, мы видим эту пропаганду, которая начинает рассказывать о том, что в Европе замерзают, о том, что безработные в Америке, о том, что в Великобритании почему-то не носят даже нижнего белья для того, чтобы платить за коммуналку, на чем-то там экономить. То есть они создают такой образ того, что вы живете плохо, но за рубежом живут гораздо хуже, там гораздо хуже мир. И не имея объективной картинки, почему? Потому что люди просто не имеют возможности поехать туда и увидеть своими собственными глазами. Каждый там живут люди, то они начинают думать, что их вот эта ужасная реальность, которую они наблюдают, разбитые подъезды, отсутствие отопления, отсутствие электричества, отсутствие многолетнего ремонта, разрушающая вокруг инфраструктура, разбитые дороги, что это нормально. Он себя убеждает в том, что там за рубежом гораздо хуже. И даже не показывая некоторые факты, которые есть в России, они как раз их немножко гиперболизируют, говорят, что это есть и в других странах. Поэтому обычный россиянин, он живёт картинкой. Он живёт вот этим выдуманным миром, что тут гораздо лучше, чем там. Так же жили и в Советском Союзе. Поэтому путь будет следующий. Существенное ухудшение жизни, но невозможность, скажем так, противостояния. Почему? Потому что тебя будут убеждать о том, что всё это является нормальным. Там кругом все тебя ненавидят, там кругом все тебя обижают, там живут гораздо хуже. И, соответственно, уже не будет такого пути. А если говорить о том, когда же снимут санкции, то, учитывая то, что санкции, которые были введены против Советского Союза, они были фактически сняты только в 2000-х годах. Это означает, что не то, что легко, но если уже установили определённый санкционный режим, то необходимо приложить гораздо больше усилия, чтобы этот санкционный режим был снят. То есть это не только вопрос остановить войну. Это означает то, что ставится в условиях. Необходимо освободить территорию, которую вы незаконно оккупировали, и начать выплачивать репарации, компенсации за все те преступления, которые вы совершили. Очень хорошо, что страны J7 об этом не один раз говорят и уже приняли соответствующее решение, что возврат тех денег, замороженных денег России, которые находятся в их банках, он не будет возвращён до того момента, пока Россия не согласится выплачивать репарации. Это довольно-таки вагомый аргумент, особенно если учитывать, что сейчас состояние экономики России явно не в лучшем по сравнению с тем, что было до начала этих военных действий. Ну и также вот россияне разбирают о запчасти холодильники. В отчасти также об этом уже упоминали. Делают они это для того, чтобы производить оружие. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании в ООН Джеймс Криуки во время заседания Совета безопасности. По его словам, благодаря санкциям Россия потеряла более 400 миллиардов долларов. И оборонный комплекс России настолько обеднел, что вынужден просить оружие у таких диктаторских режимов, как КНДР. Криуки отметил, что Россия нарушает резолюции Совета безопасности ООН, когда покупает вооружение у Ирана, Северной Кореи. И представитель Великобритании также подчеркнул, что его страна будет продолжать усиливать противовоздушную оборону Украины. Но я все-таки хочу в этом вопросе вернуться к обсуждению так называемого сотрудничества России и Северной Кореи, потому что сотрудничество не только в плане того, как выпрашивают вооружение у Северной Кореи. Но вот не так давно россиянам предложили на горнолыжный курорт в Северную Корею отправиться. Вот буквально в феврале, если я не ошибаюсь, должен быть такой первый заезд россиян. И есть такое ощущение, что как будто бы на самом деле россиянам пытаются навязать, что они являются братским народом Северной Кореи. И как будто бы пытаются каким-то образом связать ментально. Это ли не намек, что режим считает, что такая ситуация в России будет надолго, и что режим осознает, что Россия уходит в глубочайшую изоляцию? Им надо показать какие-то международные связи. Показывать международные связи со страной изгоем не очень хорошо. Поэтому надо показать, что эта страна, она открытая, она развивается, у них есть какие-то положительные качества, что какие-то негативы, это все связано с воздействием внешних сил. В целом, тот политический строй, та экономическая ситуация, которая есть в Северной Корее, то она абсолютно нормальная. Поэтому, и я бы сказал так, что это попытка навязать россиянам, что то, что происходит в Северной Корее, это нормально. Это нормальность, и так как это нормальность, то такое же должно быть и в России. Поэтому это больше такие пропагандистские приемы. А относительно сотрудничества, там мы видим, насколько там бедно и плохо живут простые корейцы. Они живут очень бедно, они не видели мобильных телефонов, у них нет планшетов, их уровень там где-то остановился в конце 20 века. И это тоже навязывание, что вот смотрите, вот так вот живут без всего этого. Очень часто из уст политиков, российских политиков, звучит, что а зачем вам всё это? Ну, мы россияне, мы счастливы уже от того, что у нас есть духовность, и поэтому не надо этих материальных благ. Это только прогнивший Запад хочет жить с этими материальными благами. А для вас это важная духовность. И вот этот аспект как раз прописывается, он идёт из и церкви российского патриархата, он идёт из политиков, он идёт из телевизоров. То есть навязывается россиянам, что всё это, то, что сейчас происходит, это нормально. Единственное, что для нас есть определённая не то что надежда, но понимание того, что многие россияне всё-таки ездили за рубеж. У них есть та память, когда они реально видели. Их не так уж и много, но они есть. И они не хотят жить в тех условиях, которые есть. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. А сотрудничество со Северной Кореей, тут ещё вопрос немножко другого. Северная Корея практически поставила всю свою экономику на военные рельсы. То есть они всё ставят на то, чтобы делать вооружение. И вот то, что Россия просит у них снаряды, не всегда хорошее, потому что есть критика относительно этих снарядов, насколько они хорошо стреляют, насколько они безотказны. И в этом отношении просто просят из-за этого переизбытка этих снарядов. Россия просто пришла к своему максимальному уровню, сколько она может производить снарядов в месяц. И им сейчас этого недостаточно. Вы вот говорите, что используют накопления определённые для того, чтобы создать видимое, что всё нормально, санкции никак не влияют. Но ведь способность накапливать значительно изменилась. Как это повлияет на будущее России? Вот смотрите, санкции были действительно очень хорошими. Было бы хорошо, если полностью на протяжении 2023 года действовало вот это ограничение цены на нефть. это самая лучшая, как по мне, финансовая санкция, которая была использована Западом. Во-первых, Европа отказалась от российской нефти, от российского газа. Но российская газа тут немножко там с определёнными нюансами. Но российская нефть, она приносила гораздо большую маржу. И в этом отношении отказ от российской нефти и вот эта вот цена, она имела очень действительно качественный эффект. Мы видим показатели бюджета в первом квартале 2023 года, когда уровень бюджетного дефицита превышал в несколько раз того, что было запланировано на год. Дальше потом оно выровнялось. Почему? И одна из причин, почему? Это то, что санкции, они работают только в том случае, если вы активно наказываете тех, кто помогает их обходить. И вот на протяжении лета США и Европейский Союз закрывали глаза или, скажем так, не действовали активно по отношению к тем суднам, которые перевозили российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель нефти. Но уже осенью Соединённые Штаты Америки начали активно использовать санкции по отношению не только к владельцам, но и к суднам, которые нарушают этот режим. Соответственно, это сразу привело к тому, что финансово Россия существенно просела своих возможностей. Если на протяжении всего 2024 года будут действовать реально вот эти санкции и ограничения цены на нефть будет на уровне 60 долларов за баррель нефти, то учитывая те расходы, которые они прописали на войну, а это более 100 миллиардов долларов, то вот этот фонд национального благосостояния, он уже закончится в середине этого года. И явно не хватит до того, чтобы дотянуть до конца этого года, потому что денег просто физически не будет. Если цена пойдёт ещё меньше, и, например, установится и будет реально действовать ограничение цены в 50 долларов за баррель нефти, то падение России может произойти ещё быстрее. Илья, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы в эфире «Фридом». Зрителям напомню, что с нами на связи был экономический эксперт Илья Нисходовский. Илья Нисходовский.